Лучше всего точки соприкосновения Белоруссии и России могли пощупать российские журналисты в ходе недавнего пресс-тура по республике. Материалы, созданные по следам поездки, и по сей день появляются в российском медиапространстве. Марина Алексеева из газеты «Петербургский дневник» – одна из этих репортеров. Наш корреспондент Татьяна Ревизори совершила путешествие из Минска в Санкт-Петербург, чтобы убедиться – большое лучше видится на расстоянии. Город-герой, город-музей, город-легенда. Живой историей в Петербурге пронизано буквально все. Отыскать здесь можно и белорусский след, причем не только в фактах, но даже и в многочисленных названиях улиц. Бобрусская, Гомельская, Могилевская – это еще по верхам. Только вдумайтесь, питерских улиц на белорусский лад без малого – четыре десятка. А это уже знаменитый Витебский вокзал. Именно здесь мы встречаемся с Мариной Алексеевой, редактором отдела одной из самых влиятельных газет северной столицы. Совсем недавно журналистка вернулась из белорусского пресс-тура. Буквально на днях в печать вышла ее статья. На пресс-конференции президента была впервые. И, наверное, это самое сильное впечатление, потому что мне понравилось, насколько был открыт искренне. У нас издан сборник петербургских авторов и белорусских авторов. Называется он, на мой взгляд, очень символично – «Неделимое русло». Вот что еще раз, по-моему, подтверждает вот такое братство, доединение двух народов. И президент, отвечая на эти вопросы, еще раз остановился на этом моменте. И вот моя статья тоже так и названа – «Нам нужно держаться вместе». Коренная петербурженка в нескольких поколениях. Она не раз подчеркнет – Беларусь для нее давно и надолго. В Минске живет тетя, в Бресте, причем на улице Ленинградской жил отец. Вы знаете, наверное, можно сказать одной фразой все выразить – «приезжайте в Беларусь». Потому что это замечательная страна, это добрые, отзывчивые люди, это всегда вкусно, это гостеприимно, это тепло, это замечательно. Разговор сам собой переходит в гастрономическую область. Если у туристов на слуху питерские греча, кура, шаверма, то сами петербуржцы буквально охотятся на прессмаки из Беларуси. Правда, нередко на такой популярности пытаются наварить и недобросовестные дельцы. Такое бывает, что под маркой белорусской продукции пытаются продать какую-то свою продукцию. Ну, то есть это явный фальсификат. К сожалению, не все об этом знают. Бывает, люди попадаются. А к белорусской продукции ни разу, никогда, я пришу на эту тему и знаю, о чем говорить, никогда никаких претензий не было. Никогда. Замечательная продукция, качественная, вкусная. Сами покупаете? Обязательно покупаю, да. Особенно молочную продукцию, поскольку она больше всего представлена. Очень вкусные колбасы. Но от насущного переходим к вечному. Немало белорусских имен вписано в историю Петербурга. В доме на Васильевском острове несколько лет жил наш народный Янка Купала. С Ленинградом связал судьбу и лауреат Нобелевской премии по физике. Уроженец Витебска, Жария Салферов. Хотелось бы сказать и о дне сегодняшнем. Пример можно привести, наверное, и автобусы ваши, и троллейбусы, на которых ездят с комфортом наши сограждане. Можно назвать и планы, озвучить некоторые. Уже много лет ведется, например, разговор о том, чтобы в Минске и в Петербурге построить так называемые белорусские кварталы. И последняя встреча, которая состоялась буквально на днях между нашим губернатором и представителями вашего правительства, доказывает то, что планы эти существуют и что они уже практически готовы к реализации. Холодный питерский ветер, будто в противовес, теплые слова. В городе ныне века всему подходят с особой философией. Мой отец, о котором я говорила, да, и который остался после службы жить в Бресте, говорил так. Мой сын живет в Владивостоке, дочь живет в Петербурге. Казалось бы, разные страны, разные города, расстояния огромные, но тем не менее мы все вместе одна семья. И, наверное, вот можно перенести это на наши народы, не только на нашу семью, но и на всех остальных людей. Мы действительно одна семья. И должны, как я уже говорила, и как говорил ваш президент, держаться вместе. А на неделе по питерским улочкам с белорусской душой гуляли Татьяна Ревизори и Владимир Слиш.